Студенты Казанского университета провели один день в армии. Наш корреспондент побывал на торжественной церемонии открытия этой военно-спортивной игры, которая состоялась в Республиканском центре «Патриот». Подробности в сюжете. Казанский университет совместно с Республиканским центром «Патриот» приняли на себя организацию и проведение ежегодной военно-спортивной игры «Один день в армии». В соревнованиях приняли участие студенты высших образовательных учреждений со всего Поволжья. Данное мероприятие стало уникальной возможностью презентовать свои навыки и умения в нормативах военно-спортивной подготовки. Именно военно-патриотическое мероприятие «Один день в армии» позволяет нашим обучающимся почувствовать себя причастным к большому делу служения Отечества. И, во-первых, дисциплинирует, позволяет ребятам понять, что такое военная служба. И, может быть, многие, кто обучается на разных наших направлениях, большого университета, со временем, может быть, выберут и на военную службу. По словам участников мероприятия, помогает начать свой профессиональный путь по выборной специальности. «Один день в армии» — необходимый проект для формирования у молодого поколения чувства патриотизма, уважения к своей стране и готовности к служению Отечеству. «Я вообще сюда пришел за спортивными результатами, потому что я в школе участвовал в подобного рода соревнованиях, военно-патриотических и спортивных, и как раз-таки выдалась возможность в такой грандиозный проект и участвовать как раз-таки еще и в этом городе и живу, в вашем сказании. И подобный формат соревнований мне очень нравится, увлекаюсь с детства, потому что у нас более пяти поколений, семья, ну, все в церкви в семье, начиная с 19 века». Впереди участников ожидают экскурсия по Казани, военно-тактическая игра, лекция «Основа оказания первой медицинской помощи» и многое другое. Надежда Степанова, Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз.